Телекомпания ВИД представляет. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... И лишь в самом низу газетной полосы было маленькое информационное сообщение о землетрясении в Ташкенте, которое произошло днём раньше. Тогда ещё никто не знал, что это событие запомнится всем жителям нашей страны гораздо сильнее, чем какие-то там выборы. Продолжение следует... В тот же день, спустя несколько часов после трагедии, в Ташкент приехали Брежнев и Косыгин. Обратившись к руководству Узбекистана, Брежнев заявил, что помощь будет оказана в ближайшее время. Это была кратчайшая речь генсека за всю историю, длившаяся всего 27 минут. Действительно, вскоре в город стали съезжаться строители со всего Советского Союза. На следующий день ташкентцев порадовал знаменитый французский мим Марсель Марсо. Вскоре подоспел первый строительный поезд, приехавший из Харькова. Кстати, спустя почти два месяца в палачном лагере Харьковчан произошло событие, порадовавшее весь город. Такой свадьбы даже в Ташкенте не видели давно. Жизнь постепенно брала свое. Землетрясение Землетрясение – это всегда трагедия, которая подбирается, как правило, ночью. И вот одним из тех, кто встретил удар на ногах, был Георгий Минасович Саркисов. В то время он был мэром города, то есть зампредисполкома Ташкента. Георгий Минасович, ну что ж, где вы находились в то утро 26 апреля? Случилось так, что я где-то около двух лет не был в отпуске. И чтобы не терять нити управления городским хозяйством, я лег в больницу в городе Ташкенте. Институт имени Симашко. Отличный институт на берегу Канаванхор. Уже кончалось мое пребывание там. И почему-то я проснулся около пяти часов. Посмотрел на часы, думаю, что такую рань встала, не могу понять. А за окном был парк имени Победы. То есть никаких строений впереди зданий больницы в то время не было. И вдруг, где-то через 15 минут, необычные силы гул. И самое главное, в окно было видно молнию. Такое впечатление, как будто тысячи кабелей и высокого напряжения соединились воедино. А у меня в 1948 году возле трясения Ашхабади погибли отец и мать и 8 родственников. Я хорошо понимал, что это такое. Ну и тут же вызвал машину и помчался, как говорят, сломя голову домой, посмотреть, как там свои. Что вы увидели самое первое впечатление? Первое впечатление было, знаете, такое, что город не сильно пострадал. Мы потом, только когда побывали на массивах Кашгарка, он так назывался в то время, мы увидели, что в эпицентре стихия сделала свое тяжелое дело. Около 100 тысяч семей осталось без крова. А скажите, ваше ощущение, да, в первый момент, что это было? Это очень сильный толчок. Колоссально. А и самое главное, вот эта молния, и гул, идущий из-под земли, это страшное ощущение. А что это за молния, ее природа? Что это было? А потом я вычитал, и мне рассказали о том, что в результате смещения земной коры на какие-то доли миллиметра вызывает вот такую реакцию. И вы приехали домой? Приехал домой, переоделся, потому что был, как говорят, из больницы. В каком состоянии были ваши родственники? В тяжелейшем, потому что они все перенесли в 1948 году ашхабадское землетрясение. Вот в Ашхабаде из 127 тысяч жителей в то время 100 тысяч погибло. Осталось 27 тысяч. Итак, в ту самую минуту, когда Георгий Минасович на всех порах ехал домой, в Москве была глубокая ночь. Наверное, последняя спокойная ночь на ближайшие два года для моего следующего свидетеля. Я приглашаю в студию Александра Сергеевича Матросова. В апреле 1966 года он работал главным инженером главмоз инженер строя. А как получилось, что вы попали в Ташкент? Как это было? Ну, судьба, наверное, руководство города сочло. Там не только я, в общем-то, отбирали таких молодых, здоровых ребят уже с опытом работы. И вот, когда вы попали в Ташкент? Значит, мы вот в мае месяц мы потратили на подготовку отрядов строителей. Интересно, было принято решение тогда. Профессиональных строителей брать немного. Это был период бурного строительства Москвы. Это 1966 год. Тогда значительно больше строили, чем сейчас в Москве. И было принято решение взять рабочих с промышленных предприятий. Вот нашему Тресту отдали авиационный завод, который делал тогда МИГИ-21. 350 человек молодых ребят. И где-то человек примерно 25 профессиональных строителей. Они поехали поездом. А мы с руководителем нашего главка, Георгиевичем Голдовым, моим коллегой, Сан Саныч Гербко, проектировщиком, выехали на самолете. И знаете, у меня такое первое впечатление. Значит, утром прилетаешь в Ташкент. Мы ищем разрушение. Где разрушение? Руины просто, да? Да, они друг от друга увидели, значит, в городе достаточно хороший порядок. Видно, что слева спора разрушения. Но чистый город, довольно хорошо организована служба, значит, уборка. Вот все очень, так сказать, выглядело пристойно. Но, когда, значит, въедешь в квартал какой-то, в квартал особенно вот и в дома военной постройки, когда надо было строить, вы помните, этот период был большой эвакуацией из центральной России, с Украины, когда люди ехали туда жить. Видите, было построено много зданий и строили их быстро, фундаменты, как правило, не очень соблюдая сейсмостойкость. И они, конечно, здорово пострадали. Скажите, Георгиевич, а вот люди из других городов вообще как-то звонили, волновались, да, за судьбу города, за судьбу людей? Я вам скажу вот такое дело, значит, телефоны были красные от количества звонков. Вы не представляете, сколько было сообщений об отгрузке материалов, о выезде отдельных проектировщиков из Ленинграда, Харькова, Киева, отовсюду. Мы вам отправили в вагон палаток, там отправили тот. Они даже предлагали ученические тетради, буквари, они думали, что мы остались начисто, ничего у нас нет. Я хочу вам показать одну пленку, которая была снята спустя 29 лет после землетрясения в Ташкенте. 27 мая 1995 года не стало нефтегорска. Вот нашли мальчика, живого, но раскапывать его еще несколько часов. Очень сложно, очень. Дело в том, что его поднять, в общем, нельзя, нога от крыши, потому что синдром, так называемый, длительный сдавлен. Потому что нужно было принимать меры, нужно было принимать меры, чтобы, в общем-то, как-то и ногами жизнь сохранить. Потому что о ноге речь уже идет во втором плане. Ну и вот здесь все это было на таком уровне. Сейчас я не знаю, сколько времени, начиналось это в районе часов девяти. Рядом находилась его мать, вот здесь вот, он далеко. Мать жива, в порядке абсолютно. Они переговаривались трое суток, вероятно. А четвертые сутки пошли. Да, ну, мальчик сильный, молодец. Как он зовут? Зовут Володя, я зовут. Мы четыре годика. Теперь самый ответственный момент. Володя, шевелит ногами он. Уйди! Шевелит одной. Не вижу, не вижу ничего. Сам возьми. Держу. Держу. Вторую ножечку. Затоточку. Машлор вставочку. Ой, мать. Клапочки. Клапочки, 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 клапочки. Все, 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 все. Держи, держи. Бери быстрее. Берем. Так, коленки убей. Крэш, ногу смотри. Быстро, ногу. Ногу давай. Гу, гу, гу. Куда? 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 Куда где? Опа. Зайка моя. Ты меня придешь? Андрюха, за руль. Дождись. Отойди, Артем Мишач. Ты меня придешь? Не придешь. Горе всегда, горе везде. Где бы ни было, да. Везде. Я думаю, что и в Ташкентском взлетрясении немало было подобных случаев. У нас в детской больнице одновременно погибло 4 мальчика, которые лежали в одной палате. На улице Кирова. Больница была разрушена? Пострадала здорово. А вот это крыло, в котором они были, оно полностью разрушилось. И вот эти 4 ребенка погибло. Но в то время были какие-то уже спасательные бригады, службы? Ну, спасательные службы в то время, таких, как сегодня, Министерство ликвидации чрезвычайных положений, в то время не было. Гражданская оборона в то время только начинала создаваться. Гражданская оборона нам во многом помогла. Целый полк во главе с генералом-майором Красновым много сделал для оказания помощи строителям. В особенности в разборке аварийных зданий и сооружений. Вплоть до танков работало на улицах. Я хочу пригласить в студию знаменитого ташкентского строителя, герой соцтруда, Исмаила Халматовича Арипова. А, Исмаил Халматович, ну как вас, сказать, что вызвали на работу и что сразу объем работы, да? Куда-то направили, как это было? Ну, конечно, ну это может быть не сразу, но постепенно. Значит, увеличили объем работы. Мы даже были согласны, вы знаете, что некоторые люди жили в палатках, потому что из этих домов... Не некоторые, а много, например. Многие, да, переселились, да, в палатки. Ну, для них надо было жилье построить. И поэтому мы не считая со временем, мы даже и в выходные дни работали, чтобы быстрее решить эту проблему, чтобы люди могли переселиться в нормальные квартиры и жить в нормальных условиях. Исмаил Халматович, ну вообще какая была обстановка, на ваш взгляд, вот первые дни в городе, среди людей? Ну, сказать, обстановка была нормальная. Не было паники. Значит, самое главное, какая может быть паника, когда через три дня приехал первый секретарь или генеральный секретарь ЦК КПСС и товарищ Косыгин. Они провели республиканский актив. Я ни разу не слышу такого выступления, какое было сделано Брежневу. Он за 30 минут не только охарактеризовал о задачах, какие стоят перед городом, но и как их надо решать. За 30 минут? 30 минут. Это была самая короткая речь в Европе. И задал один вопрос Алексею Николаевичу Косыгину. Скажите, пожалуйста, у вас есть какие-то замечания, дополнения? Он ему ответил. Это, по-моему, самое короткое совещание, но самое дорогое. Как это понимать, было дорогое с точки зрения финансовых затрат или от души? Он был очень умный человек. И тут же через месяц вышло решение ЦК КПСС и Совета Министров об оказании помощи. 8,5 тысяч семей выехало в течение полутора месяцев за пределы города в другие города. С подъемными, со всеми делами. И самое главное, с документом, что он через три года получит квартиру в том районе, где он раньше жил. Но люди объединялись, они становились, ну, как говорят, грудью против этой стихии, которая принесла столько беды. А потом, вы знаете, люди же стали помогать друг другу, если у кого-то есть жилплощадь позволяет, на уплотнение. А давайте посмотрим сейчас одну уникальную пленку того времени. Ташкентское время 14 часов. Послушайте лекцию «Птицы и землетрясения». Как птицы реагируют на землетрясение и предчувствуют ли заранее очередное землетрясение? Наблюдения в течение трех месяцев показали, что различные птицы по-разному ведут себя как до землетрясения, так и после него. Особенно беспокойно ведут себя волнистые попугайчики и попугайчики-неразлучники, краснощеки, масковые и фишера. Они наряду с криком, суетливостью вылетают из своих дуплянок, бросают гнезда, в которых имеются яйца и птенцы. Причем долгое время обратно, внутрь дуплянок, не зарезают. Бразильский попугай породы ара и индонезийский красный попугай дамской лори в период толчков ведут себя особенно беспокойно. Очень мечутся и сильно кричат. Передаем веселый концерт! Продолжение следует... Да, не сдаемся. Кто помнит из вас эту табличку? Помню, конечно. Вы помните? Она в самом центре города была, на проспекте Ленина. Одному из тех, кому предстояло город восстанавливать, был Олег Павлович Горбунов, главный инженер управления благоустройства. Сегодня он у нас в студии. Олег Павлович, вы, как я понимаю, коренной ташкентец. Вы хорошо, конечно, знали город. Родился, вырос, учился, воспитался и всю жизнь проработал только в городе Ташкенте. То есть, когда вы узнали о размерах бедствия, не опустились руки, что вот все, может быть, лучше заново, да, все снести, там какие-то целые постройки. Как восстановить это все? Было сложно, да? Вы понимаете, в чем дело? По-моему, ни у одного ташкентца не опустились руки. Я вам приведу на таком даже примере. 28 апреля состоялся футбольный матч между Пахтакором и Динамо-Минском. В это время шло заседание правительственной комиссии на набережной Анхоры. Весь стадион в 55 тысяч зрителей был полон, которые пришли болеть на стадион. Очевидно, горе, несчастье объединяет людей. Им надо от того, что вот это горе, что вот эта беда, тяжелое время, им надо разрядиться и уйти. И ни у кого из этих болельщиков не было видно, что вот мы испытали какой-то испуг. И, кстати, когда эти 55 тысяч болели на стадионе Пахтакор, в это время произошло землетрясение, толчок опять. И была тишина, какое-то мгновение. А потом стадион зааплодировал. Как-то зааплодировал то, что мы опять, как сказали, трясемся, но не сдаемся. Я хочу показать вам еще одно уникальное видео того времени. И попрошу вас смотреть его повнимательнее, потому что вы наверняка узнаете кое-кто себя на этом видео. Пожалуйста, покажите. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Сегодня только в хронологии, чего только не упомнишь, конечно. И вот этот эпизод было около 10 тысяч. Многосемейным семьям выделены земельные участки на свободных площадках под строительство собственных домов. Вот это один из таких эпизодов в Октябрьском районе бывший председатель райисполкома Наркузиев Садыр Бадалович вручал земельные участки. Я хочу вернуться опять к 9 мая, к тому дню, когда был второй толчок, в ночь на 10-е. То есть 9 мая был салют, как я понимаю, а утром опять был толчок. 9 мая, наверное, 6 с половиной. 7 с половиной. С половиной. Да, сильный толчок был, неприятнейший. Чуть меньше, чем был... Ну, на пару раз на полу. То есть 20 тысячам бездомных прибавилось еще 10 тысяч. Я правильно называю цифры? Правильно. Скажите, пожалуйста, а как же так? Значит, вот начали восстановление, вроде бы какое-то ощущение уже и праздника, и все помогают, и вдруг опять толчок, и потом толчки. А вы не было такой мысли, что постоянно, постоянно в течение года, полутора-двух лет будут толчки, мы будем строить, все будет разрушаться? Не было отчаяния? Нет. Какого-то момента отчаяния? Нет, такого отчаяния не было. Нет. Не должно было. Вы же строили надежные дома. Дома, которые устоят против 8 баллов, вне всякого сомнения. Была полная уверенность в этом? Полная уверенность. Было какое-то время, какая-то минута, когда люди так уже успокоились и поняли, ну все, теперь с этой минуты начнется все хорошо, и больше не будет беспокойств, паники, даже при случае толчков и так далее. Не было такой минуты за все это время? Ну, сам факт того, что землетрясение начиналось и быстро кончалось. А стройка, люди видели, 100 тысяч строителей было на площадках города. Вы себе не представляете, что это такое. У нас построен на 4 тысячи с лишним мест киноконцертный зал в центре города. И по завершению строительства киноконцертного зала артисты со всей стороны были, должны были в знак благодарности дать концерт в киноконцертном зале. Зал был переполнен. Концерт должен был начаться в 5 часов. Были все строители города Ташкента. И монтажники, и штукатуры, и маляры, и проектировщики. И в том числе из Москвы были те, кто проектировал этот киноконцертный зал. И концерт задерживался. И вдруг при полном наполненном зале раздался толчок землетрясения. И была какая-то роковая, длившаяся как будто бы вечность, мертвая тишина. На протяжении, может быть, трех, четырех, пяти секунд. Но время казалось очень длинным. И раздался, и раздались потом после этого такие аплодисменты. Но ни один артист бывшего государства таких аплодисментов не сорвал. Я это отвечаю. Как аплодировали строители сами себе. Поэтому сегодня строят добротно, надежно и на века. Помните, в самом начале программы, там промелькнул маленький эпизод, где были молодожены, там была свадьба, да? Вы заметили этот момент? Я хочу открутить пленочку немножечко назад. И еще раз показать вам этот эпизод. Ай, ЖВ, болтавский, халучник, науквальский землик. Шустрые ребята, говорят про харьковчан, даже со свадьбой до дому не утерпели. Ведь не так уж давно приехали они в этот город-сад, который за несколько минут стал городом палаток. В разных вагонах ехали тогда штукатур Галина Терезовская и каменщик Алексей Бабенко. Начало нового Ташкента стало началом их новой жизни. Самое главное, как у нас начнется любить детей. Их было детей не меньше пяти мальчиков и пяти девочек. Дальше, дочь. Ей, Крина, моли, вот дочь. Вы, случайно, не помните эту свадьбу? Значит, на свадьбе по съемкам я вижу первого секторя райкома партии Челандзарского. Сакиев Абит Сакиев. Можно, если вернуть, показать. Я вам покажу его. Он один из тех, кто выступал на этой свадьбе. Это был шеф застройки Челандзарского района. Так вот, спустя 30 лет мы нашли этих молодоженов. Я хочу пригласить в студию Галину и Алексея Бабенко. Встречайте, пожалуйста. Здравствуйте. Здравствуйте. Присаживайтесь, Катушка Леонидовича. Скажите, Галина, Алексей, а откуда вы приехали в Ташкент? Я из Сум. А вы? Я с Полтавы. С Полтавы? Да. Вы были каменщиком по профессии? Да. Алексей, а вы, Галина? Маляр-стукатур. Маляр-стукатур. Что вы увидели в Ташкенте, когда вы приехали? Первые ваши впечатления? Мы приехали ночью. Но что самое главное, это мы спали. И какой-то гул сильный. Это был какой-то гул, потому что приехали два поезда. Московский и Харьковский. Ну, это было что-то, толчок какой-то был. Но, наверное, он не такой уж сильный, потому что мы все-таки до утра доспали. Нас встречали утром рано с музыкой, с ихней. Очень красиво. Это были такие длинные рожки. Ну, как они называются, я не знаю. Ну, это было очень красиво. Нас встречали с музыкой. Итак, вы стали жить в палатках, да? Да. Какая была температура? Жарко было очень? Очень жарко. Да? Гаруси в 40, да? Да нет, наверное, более. Больше? Да. Ночью тоже духота, да? Ну, когда в палатках спали, это еще мы раньше спали в комнатах школы. Ну, а когда в палатках, прежде чем ложиться спать, мы обливали палатку всю водой, постель водой и ложились мокрой спать. Потому что через какой-то час все было сухо и дышать нечем. Для нас это было, конечно, странно. Конечно. Ну, скажите мне, пожалуйста, а когда вы познакомились с Алексеем? Мы познакомились еще в вагоне. Это еще было, когда мы ехали шесть суток. А кто вообще сделал первым предложение? Ну, конечно, муж. Конечно. Вы сразу согласились? Ну, это спросите у мужа. Алексей, а Галина сразу согласилась? Конечно, нет. Так какие проблемы, да? Ну, какие проблемы. Ну, вас не пугало то, что жить негде? Что, палатка? Нет? Можно было подождать? Такие годы не могли. Правильно не думали. Сколько вам было лет? Мне 21 с половиной. А вам? Мне 24. 24 года. Итак, ну вы хорошо помните свадьбу, да? Как она проходила? Все хорошо. Ну, конечно. Ну, например, что запомнилось? Что осталось у вас вообще из тех подарков на сегодняшний день? Самое главное, это нам подарила бригада его каменщиков большой красивый магнитофон «Сириус М», в котором было написано вот такая железная табличка, и которая такая она блестящая, но не написано, что это было поздравление с малодуженом в Ташкентном свадьбе. Ну, в общем, это все память. Ну, это самое такое. А то все. Это первая свадьба была из числа строителей. Первая украинская. Это вообще была первая свадьба. Первая украинская свадьба на узбекской земле. Кстати, в архивах мы обнаружили совершенно случайно вот ваш палачный городок. Давайте посмотрим. Здесь живут строители, приехавшие с Украины. Годы минувшей войны Ташкент встретил стариков и детей Украины. Вместе работали они для фронта. Сегодня этот город вручает украинским строителям переходящее красное знамя Центрального комитета памяти. и правительство Узбекистана. Вы знаете, на месте вот той самой палаточки, где вы начали вашу новую жизнь, как вы думаете, что сейчас там находится? Желательно было увидеть. Вот это самое главное. Увидеть, где наш труд был, где наша квартира. А почувствовать на вкус не хотите? Ну, это я не могу представить. А вы знаете, что находится на вашем месте? Конечно нет. На той палаточке началась ваша новая жизнь? Конечно нет. Там находится потрясающая хлебопекарня. Ой, надо же, что это круто. И я хочу вас угостить настоящими ташкентскими лепешками. Пожалуйста. Спасибо. Вы знаете, мне очень хочется добавить. Мой муж как раз был так же молодым, как вот сидящая здесь пара в Ташкенте. Именно он работал в УМ-25, управлении механизацией, бальдодеристов. И его направили вместе с машиной. О Ташкенте он говорил просто прекрасные слова. Сами узбеки очень гостеприимный народ. Хотя там действительно саманные дома были все разрушены, но сам узбекский народ готовил пищу, плов, лагман, шурпу. И такими порциями давали, что он говорил, это можно взять одну порцию и быть сытым целый день. Потом там были прекрасные поля цветов, маки, тюльпаны. В общем, только о ташкентском народе он говорил самые прекрасные слова. И чтобы ваш, действительно, город, республика всегда была хлебная. Дети хлеб уважали, корочки поднимали, говорит. Настолько они были, хлеб этот ценили, уважали, что не давали упасть корочки хлеба. Спасибо большое за внимание. Спасибо. Спасибо вам большое. Спасибо. Ну что ж, вот уже 7 лет, как мы живем в разных странах. Но то, что связало нас тогда, в 66-м, я думаю, не забудется еще многими и многими поколениями, потому что добро, тепло, любовь впитываются младенцем с молоком матери. И дай нам всем Бог, чтобы нас трясло только от смеха. Всего доброго. Вы смотрели программу «Как это было». Спасибо. 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 Спасибо.